В Загриве на Погостье Ольгин Крест прошел традиционный праздник – День Святой Княгини Ольги. В этом году на Ольгин Крест приехали не только руководители района, но и многочисленные гости. Сланцевский праздник в Загриве на Погостье Ольгин Крест с каждым годом набирает обороты. Еще в прошлом году серьезный импульс развитию праздника дал нынешний депутат ЗАГС Собрания Ленинградской области Владимир Петров. Приехал депутат в Загриве и на этот раз. В этом году Погост Ольгин Крест отмечает юбилей – 1065 лет. Как никогда праздник в этом году получился массовым и масштабным. Своим княжеским указом повелеваю, Жителям приноровья особые условия даю. Дожалую злато-серебра на строительство храма православного. Богато сия земля, Наказ даю потомки, Берегите места эти благодатные. Дорогие друзья, вы знаете, очень отрядно, что наш вот этот праздник, из года в год становится лучше. И вот мне все-таки кажется, он вырастает уже из границ Ланцевского района, и тем более из границ Загривского сельского поселения. Он становится известен и на Псковщине, и в Санкт-Петербурге, и, естественно, в Ленинградской области. Это очень здорово. И я не буду отнимать ваше время, наверное, рассказывать или вводить вас в исторический экскурс. Хотелось бы просто отметить, что княгиня Ольга, хотя все-таки официально считается, что именно ее внук покрестил Русь, наверное, все-таки является и являлась предвестницей веры, оплотом веры, началом веры в Бога именно на территории России, и тем более на территории приноровья. Я хочу поздравить всех с праздником, пожелать всем крепкого здоровья и выразить надежду, что вот эти традиции, исконно русские традиции, мы всегда будем приумножать. Я от всей души поздравляю вас, сердечно и извиненно, с нашим замечательным праздником, с 1065-го годовщины и, конечно, с 80-летием нашей Ленинградской области. Счастья, здоровья, благополучия, любви и успехов! Как известно, по госту Ольгин крест на берегу реки Наровы – самая северная точка древних псковских земель, один из самых древних погостов северо-запада Руси. Предание старины глубоко здесь на каждом шагу. И именно сюда, как гласят летописные источники, для сбора податей приходила в 947 году основательница Пскова княгиня Ольга. Именно здесь, в память о своем удивительном спасении перепереправить через Нарову, она поставила деревянный, а потом и каменный крест. Легенды эти переходят из поколения в поколение. Среди многочисленных гостей на сланцевском празднике были и ивангородцы. На таком празднике сланцев я в первый раз. Мне очень понравилось. И такие праздники и нужно делать, и делать их как можно больше и чаще. Я надеюсь, что в следующий раз мы пригласим своих артистов и приедем в более большую делегацию. У нас приехал автобус наших ивангородцев. Тоже им всем понравилось. Я разговаривала с людьми, они все были очень довольны. Отмечать память княгини Ольги 24 июля вошло в традицию. Молебен в Ольгином кресте совершается ежегодно и происходит при стечении большого количества народа. Здесь частые гости сотрудники Псковского музея-заповедника, члены Псковского Ольгинского общества. Благодаря этому празднику интерес к судьбе Погоста и другим историческим местам нашего приноровья с каждым годом возрастает. В этом году к многочисленным гостям прибавились и члены Псковского клуба Орден, которые устроили для зрителей небольшое театрализованное представление. Доспехи и оружие средних веков, битва на мечах, сленцевчанам такие зрелища показывают не каждый день. Мы в Аскаке великого хана Бабудая идем собирать дань с Руси за 12 лет. А поскольку злато-серебро у хана немерено, дань будем брать баллоном русским. Фестиваль интересный. Возможно, что добавить немножко вложений финансовых сюда и можно развить здесь очень неплохой фестиваль. Самое главное, что очень замечательное место. Оно просто насыщено историей и вообще красиво. Просто красиво здесь. Нам понравилось. На празднике опять были творческие коллективы исландцев в танцевальной ансамбле «Алиса». Порадовали русскими народными песнями участники хора Дворца культуры завода «Сланцы». Переменчивая погода успела и согреть участников праздника, и дождем промочить. Хозяевам земли Загрисской подарили многочисленные подарки. Праздник получился светлый и радостный. Ровно через год Ольгин крест будет вновь встречать гостей на берегу быстрой норовы.